Вот и завершился очередной очень нелегкий учебный год. В Ренийском лицею номер 3, как и в других школах Ренийской громады, прошел праздник последнего звонка. Впереди каникулы. В этом году в Лицея номер 3 сидели за партами 314 учеников, из которых 32 в выпускном 11 классе. Этот класс стал последним 11. Уже со следующего учебного года школа номер 3 перепрофилируется в гимназию с 9-летним образованием. Но знаете, что название – это не важно. Сама атмосфера нашего заклада – это самое важное. Как бы она называлась? Школа, ліцей, в наступном году у нас будет гимназия. Но вот эта атмосфера найважливая, которая есть в середине нашего заклада. Из поколения в поколение школа номер 3 позиционирует себя большой семьей, в которой все стараются быть на равных и выстраивать добрые отношения. В атмосфере уважения и толерантности ученики достигают впечатляющих результатов. В течение учебного года они принимали участие во всеукраинской выставке декоративно-прикладного искусства «Знай и люби свой край» в конкурсах «Еды народына» и «Щедрость ритной земли», в международном конкурсе имени Петра Яцика, в конкурсе «Космические фантазии» и многих других. Команда ренийского лицея номер 3 стала лучшей в военно-патриотической игре «Сокел Джура» и представляла ренийскую громаду в районном конкурсе. Участвуя в молодежном социальном проекте «Ла Френи», команда ренийского лицея номер 3 заняла третье место. И как всегда ученики достойно выступали во всех соревнованиях «Спартакиады школьников» и всеукраинской игре «Плич-Оплич». В ходе праздника последнего звонка были отмечены те, кто достиг успехов в учебе и активно участвовал в школьной жизни. И, конечно, слова благодарности были сказаны в адрес учителей, которые сделали все возможное, чтобы раскрыть многогранные таланты своих воспитанников, передать им свой багаж знаний и просто «Житейской мудрости». И, конечно же, оголошусь я благодарю вчителю физического выхождения «Загорьские снижания» Анатольевне за подготовку лучших и спортивных спортсменов. Хочу подякувати сьогодні найважливішим людям, за чьими спинами ми змогли навчатися, турбуватися, турбуватися в день проводник нашим захисникам. Вот уже третий год получения образования для детей сопряжено с уроками в укрытиях, с отслеживанием пусков баллистических ракет и дронов, с трагическими новостями, которые накрывают Украину каждый день. И при этом необходимо находить в себе силы продолжать учиться, мечтать и строить планы на будущее. С традиционным напутствием к выпускникам обратились их родители. И вот самый долгожданный, трогательный и романтичный момент – школьный вальс. О вальсе сказано немало. Он в песнях и стихах воспет. И сколько б танцев не бывало, а лучше вальса – права нет. Годом появления этого поистине легендарного танца считается 1770-й. Тогда в разных городах Европы появились направления, которые стали предшественниками вальса. По-настоящему популярным король танцев стал в начале 19 века. Вальс на последнем звонке – традиция, которая делает праздник еще более торжественным. Последний звонок – это прощание со школой. А классический танец из давно ушедшего века символизирует уходящие школьные годы и начало новой взрослой жизни. А вот и он – последний школьный звонок. АПЛОДИСМЕНТЫ В заключение праздника выпускники вместе со своими родителями сделали круг почета. Поддержите наших выпускников, ставьте лайк, передавайте им свои напутствия в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий репортаж.